Вейкап, с вами Кэс. Что соседи Андрея Петрова сделали с ним и его другом? Как ведет тебя Екатерина Диденко спустя день после случившегося в бассейне с сухим льдом? Данкар сообщил о проблемах со здоровьем, а также новая прическа Ивангая. Конечно же, подписывайся, если ты еще не подписан. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии и приятного просмотра. Ивангая решил сменить образ. Блогер подстригся и теперь выглядит так же, как в далеком 2016 году. Большинство подписчиков Вани очень довольны. Ранее многие писали, что с длинными волосами он копирует фейса. Напишите, какой Ивангай вам нравится больше? Данкар сообщил, что у него проблемы со здоровьем. Парню поставили диагноз депрессия. Я болен. Реактивное депрессивное расстройство средней тяжести. Возникла она после расставания с девушкой. У меня была девушка замечательная. Мы расстались. Это не так просто. Преодолеть вот эту боль утраты. Сейчас выйти из этого состояния ему помогает специалист. На Андрея Петрова и его друга напали соседи. Причиной стало прослушивание музыки после 11 часов. Одному соседу Андрей брызнул в лицо перцовым плончиком. Другой Арслан Хасавов не выпускал компанию с парадного. Позже он повредил Андрею руку. А вот что он сделал с другом Петрова. Они сейчас дерутся. Они дерутся. Они... Слышите? Снимай на камеру. Я снимаю. Стоять. Помогите, помогите, ребята! Обе стороны написали заявление в полицию. По словам Андрея, слушать музыку ночью может и неправильно. Но соседи не имеют права их трогать. С этим должна была разобраться полиция. В прошлом выпуске я рассказывал, как Катерина Диденко потеряла мужа на собственном дне рождения. Из-за неправильного использования сухого льда. Валя больше нет с нами. Кликай на подсказку и смотри все подробности в прошлом выпуске. После произошедшего у нее прибавилось более 400 тысяч новых подписчиков. Хейт девушки продолжается. Теперь ее обвиняют в записи стори с масками и чрезвычайном спокойствии уже на следующий день после таких событий. Я уже, получается, успела поработать с тремя психологами. И после этого мне стало гораздо легче меня отпускает. Катерина якобы как ни в чем не бывало рассказывает про похороны мужа. Мол, вместо скорби она хайпит на произошедшем. Он хочет, чтобы этот прах я развеяла над полем. Он постоянно говорил, что я не хочу, чтобы меня хранили. Я не хочу, чтобы меня отпевали. Я хочу, чтобы меня кремировали. Маша Миногарова стала на защиту девушки. По ее мнению, каждый по-разному переживает. И ее дело, как себя вести. Пишите, а вы считаете поведение Диденко нормальным? Предыдущее видео вот здесь. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Да побольше. И я вам скажу, всем пока.